Десна ТВ Десна ТВ В областной центр приехали гости из Латвии, Белоруссии и Украины. Мероприятие приурочено к Международному дню мира, который 12 лет назад стал также днем всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. Участников Смоленского форума ждет насыщенная трехдневная программа. В преддверии 73-й годовщины освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков в школе-интернате села Якимовичи состоялась встреча с ветеранами Великой Отечественной войны. Как она прошла, о чем рассказали гости и что интересовало ребят, смотрите в нашем сюжете. Уже осталось совсем немного тех людей, которые воевали, воочию видели врага и мужественно переносили все тяготы того страшного времени и которые могут рассказать, какой ценой досталась победа нашему народу. Ветераны поведали о некоторых эпизодах из своей военной жизни, а все собравшиеся с замиранием сердца слушали, стараясь ничего не пропустить. Воспитанники и педагоги школы в свою очередь пели и читали стихи для дорогих гостей. Нужно помнить и не забывать уроки войны и чтить наших ветеранов, не забывать о том, что они сделали для нашей страны. Своих учеников поддерживают и педагоги школы. Такие мероприятия не только необходимы, они полезны для именно патриотического воспитания подрастающего поколения. И мы надеемся, что эта встреча у нас не последняя. Будет очередной праздник, День Победы. И мы, конечно, пригласим дорогих ветеранов, еще раз более тесно пообщаемся и услышим, наверное, много интересных фактов вот именно из истории Великой Отечественной войны от живых очевидцев. Эта встреча стала возможной благодаря давним друзьям и помощникам школы-интерната. Смоленская АЭС выделила автобус для ветеранов, а Комитет солдатских матерей Десногорска выступил организатором. Подобного рода мероприятия очень радуют матерей, ветеранов, родителей. И я думаю, что радует молодежь, потому что, как мать, считаю, что нет чужих ветеранов, нет чужих детей, нет чужой беды. И каким бы трудом это не стоило сделать, это нужно обязательно делать. И горжусь тем, что эти мероприятия поддерживает Смоленская АЭС, партия «Единая Россия», администрация и многие-многие другие в городе. На память об этой незабываемой встрече в архиве школы будет храниться общее фото. Победители фестиваля «Наша добрая Смоленщина» наградят призом с настоящим бриллиантом. Презентация главной награды, которая уже 24 сентября достанется лучшему молодому исполнителю региона, прошла в Смоленске. Драгоценная награда представляет собой настоящее произведение искусства. Композиция состоит из стеклянной основы, на которой возвышается легендарная ракета-носитель «Восток». След от нее символизирует нотный стан с фразой из произведения Михаила Глинки. Шестая спартакиада работников филиалов «Атомтехэнерго» уже подходит к концу. Спортсмены все еще продолжают бороться за победу. Как проходят соревнования, узнаете из нашего следующего сюжета. В соревнованиях принимают участие 9 команд по 9 видам спорта – волейбол, шахматы, стритбол, дартс, бадминтон, мини-футбол, настольный теннис, плавание и перетягивание каната. Это представители аппарата управления предприятием акционерного общества «Атомтехэнерго» филиалов из Балакова, Удомли, Нововоронежа, Ростова, Смоленск «Атомтехэнерго» и Московского центра «Атомтехэнерго», а также двух учебно-тренировочных центров Смоленского и Нововоронежского. Все участники соревнований, независимо от уровня спортивной подготовки, играют с настроением и нацелены на победу. Смоленск «Атомтехэнерго» Волейбол проходит сразу на трех площадках. Это спортивный зал оздоровительно-культурного центра Смоленской АЭС, Фок Десна и Полимер. Особенно жаркие баталии разгорелись на соревнованиях по мини-футболу. К сожалению, на любых соревнованиях не обходится без травм. Спортсмен из Удомли травмировал плечевой сустав. Ему была оказана экстренная медицинская помощь. К этому времени уже определились победители по многим видам спорта. Впереди еще финальная игра по волейболу и перетягивание каната. Так что у каждого еще остаются шансы на победу. Смоленск «Атомтехэнерго» Закрытие спартакиады и награждение победителей пройдут в субботу вечером на стадионе «Атомтранс». Уроженец Смоленской области космонавт Александр Мисуркин получил звезду Героя России из рук президента. Торжественная церемония прошла в Кремле. Александр Мисуркин получил звезду Героя России за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета. Также ему присвоено звание «Летчик-космонавт». В Смоленской области заканчивается посевная кампания «Азимых культур». В отдельных районах уже выполнено более 90% всех работ. В оставшихся фермеры досеивают азимы, которые на будущий год пойдут на фураж. В этом году в Смоленской области планируемая площадь посева «Азимых культур» урожая составит более 47 тысяч гектаров. Криминальные новости. Две жительницы Смоленской области под различными предлогами похищали деньги у пожилых людей. Они проникали в дома под видом соцработниц или сотрудниц газовой службы. Раскрытие этих кощунственных преступлений стало делом чести для смоленских полицейских. О том, как были пойманы злоумышленницы, смотрите далее. По версии следствия, в середине января текущего года обвиняемые 25-летняя жительница Русловского района и 33-летняя города Ярцево совершили кражу денег у пенсионеров. Под предлогом проверки газового оборудования или представляясь социальными работниками, якобы для проверки денег на поддельные купюры и последующего их обмена, обвиняемые заходили к пожилым людям и в удобный момент похищали денежные сбережения. Пенсионеры доверчиво пускали таких заботливых девушек и сами показывали им, где лежат деньги. Не гнушались мошенницы забирать последнее даже у лежачих больных. К раскрытию этого преступления были привлечены лучшие сыщики управления уголовного розыска. Задержали злоумышленниц при попытке покинуть село Угра, где было совершено очередное преступление. Автомобиль, на котором передвигались преступницы, был остановлен сотрудниками полиции. При досмотре была обнаружена крупная сумма денег, происхождение которых остановленные не смогли объяснить. В настоящее время они обвиняются в мошенничестве и в краже в особо крупном размере. Еще одна их сообщница находится в розыске. В результате действий преступниц пострадали как минимум 4 человека. Общий ущерб краж составил более миллиона рублей. В настоящее время задержаны и арестованы. Засадеянное им грозит до 10 лет лишения свободы. Дело о краже и мошенничестве направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Накануне вечером в 19.45 в третьем микрорайоне Десногорска произошло ДТП. 59-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Меган» на пешеходном переходе сбил пенсионерку. В результате аварии женщина 1946 года рождения получила перелом правого колена, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшая была доставлена в медсанчасть 135. В предстоящие праздничные выходные 24 и 25 сентября по всей области пройдут сплошные проверки. Особое внимание инспекторы ГИБДД будут уделять таким нарушениям, как выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также нарушениям при перевозке детей. И, конечно же, выявлять водителей, управляющих транспортным средством в нетрезвом состоянии. К другим новостям. Смоляне, возможно, смогут приобретать автомобили за счет средств регионального материнского капитала. Депутаты Смоленской областной думы рассмотрели этот вопрос о праве многодетных семей, имеющих семь и более детей. Губернатор предложил поправку о том, что транспортные средства будут приобретаться по безналичному расчету. Сертификат на областной материнский капитал можно будет получить как на бумажном, так и на электронном носителе. На Смоленщине определены победители областного конкурса многодетных семей. За звание лучших боролись 22 семьи со всей области. В этом году победителем стала семья Хадыкиных из Дорогобужа. И еще шесть семей были награждены в различных номинациях. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok